Друзья, всем привет! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Ну что, друзья, как обычно, вечером подводим итоги торгового дня, полистаем любопытные новости, затем посмотрим на американские рынки, на российские рынки, посмотрим на стоимость нефти и золота, разберем лучшую российскую компанию сегодняшнего дня, заглянем в три моих портфеля. Напомню, что инвестирую через брокеры открытия, там у меня российские активы, и у меня есть два брокерских счета в Тинькофф, на ИС у меня американские акции, на обычном брокерском счете валютные фонды. Ну и в завершении, как обычно, поразмышляем, чего нам ожидать от дня завтрашнего. Ну и также, друзья, напоминаю, что провожу индивидуальные инвестиционные уроки, консультации. Если у вас есть вопросы о фондовом рынке, если вы новичок и не знаете, с чего начать, милости прошу в Telegram, ссылочку найдете в описании. Ну и перед тем, как мы начнем, попрошу вас традиционно поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное, друзья, погнали. Ну сегодня, пожалуй, главная внешнеполитическая новость, которая двигает рынки вверх. Дональд Трамп готов уйти. Ну, точнее, он, естественно, еще будет продолжать сопротивляться, но в Америке есть такое официальное понятие, как транзит власти. То есть уходящий президент, который либо уходит добровольно, либо по какой-то иной причине, ну, либо проиграл на выборах, он должен передавать свои полномочия вновь приходящему президенту. Ну и там целая история, целая процедура. Я сегодня на эту тему слушал много информации по радио и читал. Там, главным образом, все связано с определенным финансированием, которое уже должен получать новый глава государства для полноценной работы, и с передачей полномочий по взаимодействию со спецслужбами. Так вот, Трамп, поскольку сопротивлялся, поскольку не признавал результаты выборов, он отказывался все эти законные механизмы запускать. И дошло все до того, что Трампа даже собственные сторонники, члены республиканской партии, начали объявлять, обвинять, точнее, в саботаже. И он был вынужден сдаться, сказал, что я это делаю во благо американского народа. И при этом, хотя результаты выборов я не признаю, но и противодействовать законным процедурам я не буду. Так что Байден в ближайшее время начнет получать все обязательные реквизиты и атрибуты своего нового статуса. Ну а Трамп продолжит борьбу, продолжит войну. Но для рынков эта новость хорошая, рынкам это нравится. Вот та неопределенность, нестабильность, которая в последние дни складывалась, она все-таки рынкам не нравилась. И сегодня мы видим, что и Россия, и Америка в плюсе. И в основном все финансовые аналитики связывают это именно вот с данной новостью. Потому что в Америке все-таки, видимо, история с вот этими очень скандальными выборами подходит к концу. Также, друзья, помните, как-то несколько дней назад я шутил, что центр Гамалей должен в ближайшее время озвучить эффективность своей вакцины. Ну, напомню вкратце предысторию. У нас сначала эффективность вакцины озвучили Pfizer и BioNTech, сказали, что у них более 90%. Затем, в общем-то, наши сказали, что а у нас 92% по итогам предварительного исследования на третьем этапе. Затем возникла еще и Moderna, которая сказала, что у них почти 95%. Потом 95% сказали Pfizer. Ну, и, в общем-то, я ждал и думал, ну, а когда же наши-то выпустят пресс-релиз, что мы тоже не пальцем деланы. И вот, друзья, сегодня читаю по уточненным данным российская вакцина от центра Гамалеи показывает эффективность более 95%. Вот так, друзья, хорошо, когда у тебя есть в запасе несколько тысяч людей для исследования. Ну, и таким образом можно статистику двигать в нужную тебе сторону. Ну, конечно, друзья, ни на что не намекаю. Безусловно, наша вакцина самая лучшая на Земле. Ура-ура. Илон Маск поднялся в рейтинге богатейших людей мира, обошел Билла Гейтса. И сейчас он занимает вторую строчку. А все почему, друзья? Потому что растет акция Тесла. Илон является крупнейшим акционером своей же компании. Вот так можно делать деньги практически ни на чем, с нуля. То есть он разбогател за один вчерашний торговый день на 7 или 8, по-моему, пишут, миллиардов долларов. Ну, друзья, про Тесла мы с вами тоже часто на канале разговаривали. Мне кажется, что покупать ее очень и очень рисково. Ну, и читал сегодня рекомендации вот этого уважаемого дядьки. Кем-то, наверное, уважаемого. Я после того, как послушал его интервью с Собчак, как-то к нему отношения очень сильно поменял. Когда он там вещал о том, что человека можно убить за оскорбление. Так вот, он дал рекомендации. Это наш санитарный врач, главный там наш по коронавирусу чувак. В общем, он сказал, что Новый год надо справлять в кругу семьи. Ни в чем себе не отказывать. Собираться близкими компаниями, друзьями, родственниками. Но желательно воздержаться от корпоративов. Ну и, друзья, мне кажется, этот Новый год действительно будет особенным. Обычно было принято всегда его отмечать и с коллегами. Но в этом году, мне кажется, ничего подобного мы не увидим. Ну что, погнали на рынке. Индекс РТС в плюсе на 1,95%. Индекс Мосбиржи прибавляет 1,5%. Ну и, друзья, очередной роскошный день для инвестора на российском фондовом рынке. Какая боль. Продолжается обвал золота. Минус 1,75. Тройская унция приблизилась уже к 1800. 1,806 долларов в настоящий момент. Ну и мне это все очень и очень грустно, друзья. Почему? Увидите чуть позднее. Дело в том, что мои золотодобывающие компании сегодня очень сильно меня тормозят. И у меня сегодня не то что плюс, у меня, по-моему, даже минус. Но, во всяком случае, он был, когда я заходил в портфель днем. Смотрите, друзья, какая история по нефти. Российская Юрлс почти плюс 3% за день. И баррель стоит уже 47,36. Если честно, я даже не помню, когда у нас были такие уровни. Но осенью, по-моему, точно нет. По-моему, с лета у нас нефть не стоила так дорого. Бренд плюс 2,21. 47 долларов. 10 центов за бочку. Ну, позитив сегодня абсолютно глобальный. В Америке в том числе американский индекс S&P 500 на старте прибавляет 0,6%. А индекс Dow Jones растет на 0,93. Ну и вот они, друзья, сегодняшние лидеры на российском рынке. И на первом месте компания Meridian плюс 38,52. Это пиф по недвижимости. Но, друзья, мне он надоел. Я вам часто об этом говорю. Эту компанию я разбирать сегодня не хочу. На втором месте институт стволовых клеток человека плюс 14,37. Ее мы тоже с вами часто разбирали. И замыкает тройку Rosinter плюс 7,64. А вот эту компанию я лично не знаю. Ну и предлагаю для расширения кругозора покопаться именно в ней. Также сегодня растут Башин, Форумсвязь, Префы, Камчатская Энерго, American Airlines, американская бумага, Яндекс, Дженерал Электрик, Мари Энергосбыт и российский Аэрофлот. Так, ну давайте посмотрим на сегодняшнего бронзового призера. Ну, на первый взгляд бумага довольно тухлая. Rosinter за месяц минус плюс, точнее, 5,62. За год практически ноль, минус 0,29. И за три года вообще отрицательный результат. Минус 13%. Совершенно не бумага роста. Ну, давайте глянем, что это. Так, 67 рублей 60 копеек стоит одна акция. Тикер компании ROST Rosinter Restaurants Holding. Сегодня бумага растет на 4 рубля 80 копеек. Такой вот звездный час у нее происходит. Цена доход неизвестна. Так, и, видимо, нет еще и по компании дивидендов. Теханализ предлагает компанию активно покупать краткосрочно. Подгружаем теханализ на месяц. На месяц так осторожненько покупать. Скользящие средние 7 к 5 за покупку, технические 4 к 3. Ну, неудивительно, друзья, что такую неприметную бумагу в брокере Тинькофф я не нашел. Давайте начнем с их сайта. Rosinter.ru Здесь, в общем-то, все довольно лаконично. Наши рестораны, работа у нас, доставка блюд. Ну, можно догадаться, что это, видимо, сеть ресторанов. Интересно, где они расположены. Ну, давайте покопаемся на сайте. Ну, вот есть прям даже отдельная вкладочка у них инвесторам. Инвесторам и акционерам. Ну, и здесь вот финансовые результаты. Вся отчетность выложена в PDF-ах. То есть, в принципе, если в эту бумагу инвестировать, то можно легко всю нужную информацию почерпнуть, изучить. Ну, вопрос, стоит ли этим заниматься. Это, конечно, уже вопрос другой. Так, что сайт нам рассказывает о компании? Центральный офис находится в городе Москва. Улица Душинская, 7, строение 1. Это лидирующий оператор в сегменте семейных ресторанов в России и СНГ. Управляет ресторанными сетями под собственными ключевыми брендами. Иль Патио, Шикари, Планета Суши, Американский бар и гриль, Мама Раша. А также развивает международные бренды на основе франчайзинга TGI Fridays и Costa Coffee. Основные рынки, на которых работает холдинг, это Россия, СНГ и Центральная Европа, включая страны Балтии. Ну, и вот здесь стратегия, результаты. Вопрос, насколько, друзья, этот бизнес сейчас перспективен для инвестиций. Вот в этом я совершенно не уверен. Это, мне кажется, отрасль, наоборот, наиболее страдающая от пандемии, от ограничений, от самоизоляции. Более того, скорее всего, в подобных заведениях могут запретить корпоративы и всякое подобное новогоднее. С чем связан рост именно сегодня, да, кто его знает. Вот, друзья, график бумаги за неделю, график за месяц, график за полгода и график за год. Но мы видим, что она очень сильно пострадала в кризис. И, собственно, после этого восстановление происходит. Но бумага только-только доросла практически до февральских показателей. Хотя в основном-то рынки уже восстановились. И общий график по компании грузим. Ну, видите, друзья, неоднозначно очень какие-то цикличные периоды. Для долгосрочного инвестирования, конечно, наверное, не лучший вариант. Но поспекулировать, если кто-то этим балуется, можно попробовать. Хотя я, друзья, не советую этим заниматься. Так, детали. Росторис, его дочерние предприятия, управляют двумя брендами розничной продажи. Так, подождите. Это, видимо, тут какие-то ошибки в информировании. Потому что мы только что с вами прочитали, что это рестораны и никакая совершенно не одежда. Ну, вот бывает, что брокеры тоже глючат. Видимо, какой-то сотрудник, который эту формочку заполнял, немножко накосячил. Дивидендов компания не платит. Ну, мне кажется, бумага барахло, если честно. Давайте посмотрим, что у меня. Начинаем с российских активов в брокере открытия. И тут сегодня минус 0,2, 559 тысяч в активах. Как такое возможно, спросите вы. Возможно, друзья. К сожалению, возможно. А все потому, что сегодня вниз меня тянет золото. Уже который день подряд. Печально, друзья. Мы сейчас находимся в том цикле рынка, когда растет нефть и, в общем-то, российские индексы с нефтяными компаниями. А у меня нефтяных и газовых компаний нету ни одной. Поэтому я расхлебываю тот преимущество, которое я имел весной-летом, когда мой портфель обгонял индексы. Но сейчас я немножко притормозил. Друзья, это, возможно, повод задуматься о том, что в некоторые циклы имеет смысл ложить себе в портфель даже нелюбимые тобой, допустим, нефтяные бумаги. И, возможно, стоит задуматься о фиксации прибыли. Хотя, вообще, это все очень-очень сложные материи. Ну, вот, смотрите. Сегодня в лидерах у меня это Сбер. Более 3%. Норникель очень здорово прибавляет. Тоже более 3%. И АФК-система продолжает расти. Плюс 2,47. Это все, возвращаясь к тому, а стоит ли иногда эту прибыль фиксировать. Вот, смотрю я на рост АФК-системы последние дни. И мне приходит в голову, что компания, ну, прям явно, явно выстрелила как из пушки. Возможно, стоит попробовать фиксануть. Напишите, что вы думаете об этом. А лучше даже я, возможно, об этом отдельный видос сниму. Ну, вообще, как вы видите, многие бумаги в плюсе. Яндекс, и Преф, и Сбера, и Мосбиржа, и МТС, и ETF-ки мои в плюсе. И доллар сегодня растет. Но, вроде бы, ничего страшного. Но, смотрите, друзья. Минус 4% ETF-ка Финекс на золото. Это еще полбеды. И самые мои, одни из самых тяжелых бумаг. Это Полиметалл минус 6% и минус 6,5% компания Полюс упала на 1000 рублей за день. Печально. Очень, друзья, печально. И вот, собственно, с этим связан мой сегодняшний минус по российскому портфелю. Перелетаем выезд в брокере Тинькофф. Тут 164 627 рублей. Сегодня тоже небольшая коррекция. Минус 0.27 и минус 440 рублей. Общий результат по американским бумагам. Плюс 15.48, плюс 22 тысячи. Ну, и здесь у меня 12 акций из индекса S&P 500. И картина, в общем-то, прежняя. В минусе остаются Элилили, Intel и Merck. Все остальное красивое зелененькое. И мой фондовый портфель сегодня тоже проседает. Минус 0.23, минус 400 рублей, 173 тысячи здесь. И мы видим, что большинство фондов растет. Но очень сильно вниз тянет, конечно, Тинькоффский фонд на золото. Ну, что делать, друзья? Буду ждать, когда, в общем-то, этот период роста завершится. Продавать ничего не буду. Фиксировать убытки, естественно, не собираюсь. У меня в портфеле много золота, друзья. И в такие моменты это золото тянет тебя на дно. Потому что оно очень тяжелое. Оно как будто к шее прям к твоей привязывается. И ты тонешь вместе с этим золотом, если оно идет вниз. Ну, что, друзья? Если честно, настрой у меня позитивный. Я надеюсь, что как минимум пару дней продолжения этого праздника мы увидим. На рынках определенно хорошее настроение. И в Америке все вроде как устаканивается. И вакцины появляются. Поэтому все круто. Единственное, мои личные собственные результаты меня не очень сильно радуют. Но это, друзья, цикличность. Я сам формировал портфель с учетом отсутствия привязки к стоимости нефти, к стоимости газа и ко всему подобному. И вот, собственно, это я, друзья, расхлебываю. Но я вас уверяю, наступят времена, когда все вернется. Когда нефть немножко отскочит. И тогда золото вновь поползет вверх. И тогда мои портфели очень быстро восстановятся. Это уже не раз происходило. Я был этому свидетелем. И я думаю, не раз это еще увижу вновь. Все, друзья, на завтра ставлю на продолжение роста, на продолжение роста индексов. И будем надеяться, что неделя у нас окажется в хорошем плюсе. Ну, во всяком случае, у тех, у кого в портфеле есть «Газпром», «Роснефть», «Лукойл» и «Сургутнефтегаз». Ну, а я как-нибудь уж переживу. Все будет хорошо, друзья. Все. Всем, кому понравилось, подписывайтесь на мой канал. Буду рассказывать о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учиться инвестировать вместе с вами. Надеюсь, немножко настроение поднял. Хорошего вечера. До завтра. Пока-пока.